21 января в Хасавьюрте завершилась первенство Дагестана среди юниоров. В соревнованиях, которые являлись отборочными к первенству СКФУ, приняли участие свыше 200 вольников из городов и районов республики. На протяжении трех дней во дворце спортивного комплекса имени Гамеда Гамидова атлеты оспаривали по шесть путевок в каждой из десяти весовых категорий. Заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту Амирбек Богатов отметил, что уровень проведения соревнований по вольной борьбе в Хасавьюрте занимают лидирующие позиции. Таких условий, как у нас, практически нет нигде. Поэтому все республиканские соревнования проходят у нас в городе Хасавьюрте. Именно по вольной борьбе я сегодня хочу подтвердить. Вот такие соревнования, как первенство республики среди юношей, среди молодежи и чемпионат республики Дагестан в основном проводятся у нас. И один международный турнир по вольной борьбе. Это то, что касается вольной борьбы. Зональные соревнования тоже проводятся у нас в этом же зале. Скоро будет юношеское первенство. Это идет отбор на первенство России. Потом у нас кто после России идет на первенство мира. Первые номера, вторые номера на первенство Европы едут. Такие соревнования серьезные проводятся у нас. Хасавюртовские вольники в общей сложности завоевали 16 медалей, пять из которых золотые, две серебряные и девять бронзовых. Своих болельщиков обрадовал воспитанник училища Олимпийского резерва Ибрагим Амдурахманов весовой категории 57 килограмм. «Подготовка прошла очень хорошо. Тренировались упорно. Утром, вечером, утром 9 часов в Оре тренировались, 6 часов там Гамидова. И вот Али Ютагир, тренер, первый тренер, он готовил, а второй тренер исхаковал Али с Уора. Они готовили меня очень хорошо. В общем, я сделал пять схваток. В финале был с нашего зала знакомый парень, местный Али и Вали. За выход в финал была сложная схватка, за выход в полуфинал труднее были схватки». В общекомандном медальном зачете Хасавюрт встал в числе лидеров, пропустил лишь вольников из столицы, у которых всего на один медаль больше. По количеству завоеванного права на участие в соревнованиях, зона СКФО, на первом месте хозяева ковра – хасавюртовцы, у которых 29 путевок, что на 7 больше, чем у махачкалинцев. Заместитель директора училища Олимпийского резерва Гамзат Абасов оценивает выступления спортсменов на первенстве как удовлетворительные, с учетом факта того, что вольники еще не успели привыкнуть к новым стандартам и правилам. «Это новая система. Первый день все, которые хотят бороться по заявке на мандатной комиссии, которые прошли, они тянут жребий. На второй день с 8.30 до 9.30 у них взвешивание. И вот те ребята, которые потянули жребий, они приходят с паспортом и взвешиваются. Если у него вес в норме, его фиксируют, что он прошел взвешивание. Если нет, до 9.30 у него время сгонять вес. И если он вдруг не пришел или не смог вес сделать, его оппонент, по жребию, который попал с ним бороться, тот автоматом получает победу и проходит дальше. А этот выбивает соревнования. И два нового видения. Раньше, когда мы давали предупреждение, давали два балла. А сейчас предупреждение один балл. Не 30 секунд, 30 секунд. Это как было, так и осталось. Если через 30 секунд, если пассивному борцу давали, то балл дается. А если давали предупреждение за пассивное видение, давали два балла до этого года. Сейчас это отменили, сделали один балл. И в партер. Если борец в опасном положении или убегает за ковер, чтобы не улететь на бросок или какое-то действие. Но явно убегает от борьбы. Если он в партере убегает, то его возвращают в центр ковра. Делают ему предупреждение. Дают один балл. Его сопернику сажает партер. Раньше мы на четверинке становились. Теперь надо полностью ложиться, руки поднять, голову поднять и лежать. Это тоже новое видение с 18-го года. Бурлия Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».